Здравствуй, дорогая и милая Маруся. Шлю я вам свой сердечный привет с дочкой Валечкой и крепко целую вас двоих. Маруся, пока что я жив и здоров. Идем вперед по вражеской земле. Наш первый белорусский фронт бьет врага очень крепко. Письмо от 3 февраля 1945 года. Таких в семейном архиве, который теперь гордо зовется экспонатом в музее Иркутска, около 200. История одной семьи, написанная от руки, началась в 1935 году, когда один из героев переписки Василий Баскаков отправился служить родине. Дома весточки от него ждали жена Мария и дочь Валя. В будущем у Вали появится дочь Галина, которая и увековечит переписку в музее истории. Мама иногда перечитывала, плакала, потому что это ее детство. Я так понимаю, что это с рождения моей мамы немножко пораньше и уже до окончания Великой Отечественной войны. Ну это приблизительно, там говорят, какой-то перерыв был. А здесь описано, как они жили в деревне, в Москве, в Прибалтике, в Эстонии они жили. Понемножку все рассказывали. Ну личное отношение. Я знала, что дедушка очень хорошо относился к бабе Марии. Конверты с военным штампом без перебоев приходили по одному адресу – деревня Лиховка Тверской области. Война заставила адресатов переехать. Теперь письма от офицера Василия следовали в Москву. Писал, как скучают и любят. Рассказывал о ранениях, беспокоился, все ли хорошо у любимой семьи. В конце 1944-го у Марии начались проблемы с сердцем. Весной 1946-го ее не стало. Десятилетняя Валя осталась одна. В одном из писем дочери отец сообщил, что женится. На Насте, двоюродной сестре Марии. Писем для нее не так много, потому что следом появилась Анна, которая и стала приемной мамой для девочки. На этом эпоха переписки завершается. Но сегодня все эти некогда бесценные рукописи хранятся в архивах музея. Вот этот архив писем, он интересен, как проследить довоенную переписку, на чем писали письма, какими чернилами пользовались, какие конверты были, марки и так далее. То есть все это в коллекции есть. И что было во время войны. Вот эти свернутые треугольничками известные, да, военные треугольнички. Это и просто клочки бумаги оберточной даже. То есть то, что было под рукой. И потом далеко не везде все написано чернилами. Иной раз это простой карандаш, либо химический карандаш. Дорогие сердцу письма и личные вещи, принадлежащие отцу, привезла из родового гнезда Валя. В Иркутск попало по распределению. Так и стало в городском музее имени Сибирякова одной ценной коллекцией больше.